ПОСТ Мне всё время казалось, что пост, вот это вот такое состояние или такое время, очень похоже на то, как по весне делается такая генеральная уборка квартиры. Я просто помню по детству всегда, ну это так было, я думаю, до сих пор так происходит, в огромное количество домов, когда вот где-то в середине весны, когда уже солнце начинает светить и можно спокойно открывать окна, люди делают такую генеральную уборку квартир после зимы, моют окна, пылесосят, выносят коврики, там выбивать, книжки тоже самое, как-то достают из книжных полок и сдувают с них пыль, всё переставляют как-то в квартире, вот это какое-то такое ощущение, вот с детства у меня от этой уборки, какое-то особенное, во-первых, такое какое-то очень тревожное, такое радостное, а потом всё-таки квартира вся проветривается сразу после зимы, ощущение какого-то такого вот воздуха, свободы, чистоты необыкновенной и какого-то предощущения чего-то нового, такое ощущение, что вот после вот этой весенней генеральной уборки квартиры, вот в этой квартире должно как-то по-другому начать течь жизнь. И вот у меня, наверное, это одна из таких вот наиболее главных ассоциаций, связанных с Великим постом, как я вот этот Великий пост ощущаю. Вот, это вот такая генеральная уборка, прежде всего, с проветриванием всего, чего только можно проветрить, с вымыванием как-то вот, как окон всего, что можно, так сказать, вот вымыть, и ожиданием того, что вот после всего этого что-то вот обязательно должно поменяться. Вот. В отношении уборки это понятно? Ну да, это очень просто всё, действительно это так. Вымыл, разобрал, есть хотя разные стратегии уборки, тем не менее. В отношении духовной жизни это не очень понятно, потому что есть, конечно, любимые и понятные службы, есть канон Андрея Критского, есть весь богослужебный цикл, который ты проходишь и, безусловно, с этим соприкасаешься, и душой, и ожиданием, и радость вот это он наполняет. Но внутренне всё равно, ведь насколько сложно хоть чуть-чуть что-то изменить. И по большому счёту всё равно, вот мы через два месяца подойдём к Пасхе с пониманием того, что всё прошло мимо, всё закончилось быстро, и ничего ты не сделал даже на миллиметр. Но это так, без всякого сомнения так и не так, и не так. Вот у меня в последнее время такое вот какое-то горестное ощущение того, что мы вот христиане за вот этот прекрасный период нашего церковного, как мы говорим, возрождения, вот того, как много всего сейчас происходит в жизни церкви, строятся храмы, как-то вот масса всяких движений, там, волонтёрских, и миссионерских, и катетизаторских, и образовательных, всё-всё развивается, 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 а мы, христиане, такое ощущение, как будто развенчиваемся. Вот как будто мы развенчиваемся, как будто вот, какими мы были в начале пути, и какими мы сейчас. Нам как-то всё теперь как-то, почему-нибудь понемножечку становится чуть-чуть можно. Вот мы ко всему так привыкли, что всякая вот наша жизнь христианская вдруг расширила свои границы допустимого. Допустимого прежде всего в отношениях к самому себе. Вот эти границы допустимого, они расширяются. Их, конечно, безобразным образом расширяют вот эти самые комментарии на Фейсбуке и так далее. И вот всё как вот это вот, когда люди начинают переходить эти границы вообще допустимого состояния мысли, допустимого состояния чувства по отношению к тому, что происходит. Но и вообще к себе вот эти вот вещи, они так расширились. Это тоже вот такое расширение допустимого по отношению к своей молитве. к таким своим помыслам, к заповедям. Я поражён многим вещам, поражён. И в себе мне это не нравится, потому что слишком это всё как-то стало просто. Как-то нам христианство наше стало каким-то таким очень удобным, что ли, я не знаю, простым очень таким. И так легко всё время, вот мы всё время, да, когда говорим о посте, мы всё время говорим прежде всего о том, как нам расширить границы допустимого. Вот. А что можно в пост, а как можно, какие послабления допускаются в пост. Мы всё время говорим о том, что главное, там, кого-то там не есть, там, вот там, типа, колбасу, там, кушайте, мясо кушайте, людей не кушайте. И вот под этими такими благими заявлениями по большому счёту расширяем какой-то вот такой вот очень строгий порядок допустимого в отношении к самому себе, вот такой внутреннего какого-то дисбаланса, дисбаланс допускаем. Вот это вот такое ощущение, что мы все развенченные, вот развентились. Христиане развентились во всех отношениях, умственно развентились, духовно развентились, дисциплинарно развентились. Как-то так всё можно. Я не говорю про пищу, это всё ерунда, понятно, что. Но как-то нам стало много чего можно, чего раньше, о чём раньше потом подумать было стыдно. Вот. Я не уж говорю о каких-то вот таких вот, ну, мерзких вещах, но как-то вот раньше было стыдно простые вещи как-то себе позволять, а сейчас как-то легко. Вот. Смотреть всё, что попало, читать всё, что попало, слушать всё, что попало, говорить на полускверном языке, думая, что это такая свобода. Как это вот такой подменность, которая вошла вообще с этой информационной революцией. Я, может, так сейчас окажусь таким нудным ментором, но вот действительно она очень много развентила в нас самих. И это беда. И мне кажется, что пост в этом смысле как раз сейчас может быть таким ревнем, когда мы, так сказать, всё-таки так подкрутим себе гаечки, подкрутим. Они, конечно, потом и развинтятся, но, может, не сразу всё-таки, не на второй день Пасхи, не на третий день Пасхи. Вот. И мне кажется, что вот это очень важно, вернуть себя в нормальное вообще-то состояние христианства. Не в какое-то такое сумасшедшее состояние, там, зелотское какое-то, там, или какое-то сверхстрого уставное. А вот какое-то честное, скажем так. Вот честным христианинам хочется быть во время поста. И вот этой честности хочется у этого поста научиться. А эта честность, она связана ещё с тем, что в человеке, в Великим Постом, ну, должна как-то ревность возгораться. Вот христианство, оно такое, такая ревностная вера. Вот. Если христианин как-то неревностный, ну, не в каком-то глупом экстремизме своём, этой ревности, когда он там, этой ревностью других поражает, да, а когда он внутренней ревностен, там, когда он к Богу утренюет, когда он как-то вот от ночи утренний, Дух мой, к Тебе, Божий, занес свет по велению Твоей на земле. Вот когда вот эта вот ревность, она вдруг человека захватывает, когда человеку от этой ревности хорошо, когда ему благостно, когда у него вот сладости есть от этой ревности. Вот мы потеряли вот это ощущение, всё время как-то подменяем его какими-то приятными компаниями, умными разговорами, чем угодно. А вот есть ревность. У христианина это вот такое одно из самых ярких чувств должно быть – ревность по Боге. Вот пост и ревность, мне кажется, это пространство единого. Если ты постишься, то это должно быть ревностно. Ревностно. Прежде всего ревностно. А как это определить? В чём эта ревность должна быть? Я вот это, наверное, не скажу. Мне трудно как-то давать такие советы о ревности. Потому что ревность – она ревностность. Не ревность, а ревностность. Она связана всё-таки с любовью. И здесь она связана с внутренней честностью. С пониманием того, что ты можешь больше, чем на самом деле хочешь. Можешь ты больше. А не собираешься этого делать. Потому что у тебя есть масса оправданий. Вот есть масса очень благочестивых, вполне каноничных, вполне объяснимых и благословенных оправданий. Но ты можешь большего. И вот мне кажется, что постом каждый должен… Ну, не каждый, я про себя говорить буду, хотелось бы, да, чтобы эта ревность, она всё-таки победила. Опять же, очень понятны вот эти слова. И очень понятно состояние того, что мы действительно стали себе очень много разрешать. Всё читать, всё смотреть, всё говорить. И более того, любой запрет, который сегодня звучит в православном окружении, воспринимается очень странно. Я очень хорошо представляю себе, как в светском коллективе можно сказать, давайте не будем ругаться, давайте не будем осуждать, давайте не будем человека там за глаза. Да, не хорошо про него говорить. И это совершенно невозможно сделать в православном обществе, потому что все скажут, что вообще тут хочешь быть со святей Папы Римского, да мы не в осуждении, а в рассуждении. Всё это можно. Это очень понятно. А вот всё-таки где, с какого места выстраивать для себя, где границы-то эти брать, когда на всякое практическое действие уже есть какое-то внутреннее объяснение, разрешение, какое-то понимание. Собственно, об этом многие священники говорят в контексте того, что очень много написано о том, как христианину начинать свой путь в храме. И очень мало можно узнать о том, как, собственно, должна проводиться церковная жизнь, как вот расти вглубь, это куда, это как. Это вот, ты знаешь, как исповедоваться, как готовиться к причастию, как ходить на службы. А вот про вот этот внутренний христианский рост, с какими-то примерными, может быть, ориентирами. Ну, я так думаю, как раз, что это нормально, что когда для новоначальных всё расписано, а для уже людей, которые этот период каким-то образом прожили, никаких нет гарантированных и ясных указаний. Ну, понятно, когда дело касается монастыря, это особая сфера жизни, это особая область жизни, которая не касается большинства из христиан. То есть она касается нас бесконечно, потому что это всегда для нас определённый пример или вот такая недостижимая планка действительно какого-то такого постоянного внутреннего движения к Богу. Но оно ведь не само по себе, потому что когда человек в монастыре живёт, ему, грубо говоря, кажется, легко. Он подчинён такому ритму жизни, из которого, если он ему, так сказать, отдался своей волей и чуть-чуть ещё трудится, он выйти не может, он сам в этом ритме жизни живёт. Я понимаю, что там есть свои монашеские искушения, непостижимые для людей, грабущих в миру, своя такая тоска и тяжесть монашеского креста, это всё понятно. Но тем не менее, конечно, вот мы оказались в таком положении, когда вот с утра до ночи бесконечная суета, бесконечная гонка с информацией срывает голову, потому что со всех сторон ты всем должен, всем нужен, и тебе ещё надо как-то найти время остаться самим собой наедине и ещё как-то с Богом поговорить. И тут нет никаких, к сожалению или к счастью, жёстких вот таких вот, потому что невозможно жизнь человека сделать имитацией жизни в монастыре. Вот невозможно жить вот в этом пространстве, сделать имитацией жизни в монастыре. Невозможно сделать такой, как бы сказать, постоянный мирской устав, которому бы ты соответствовал. Вот здесь то пространство свободы и то пространство твоих ошибок, и такое пространство твоего личного выбора ежедневное, что оно само по себе является, мне кажется, центральным в жизни христианин. Потому как человек свой выбор делает ежедневно, и даже ежедневно его делают многократно, скажем так. И этот выбор всегда вот такая сердцевина бытия. То есть человек может вообще об этом не думать, и тогда он живёт непонятно, живёт ли он. Потому что тогда его жизнь – это деятельность, скажем так. Вот у человека есть форма такой жизненной подмены. Это вот бесконечная деятельность, в которой он заключён. И эта деятельность ему может очень и очень нравиться. Или может очень и очень не нравиться. Но эта деятельность – есть форма выживания, но не форма жизни. Поскольку эта деятельность не даёт человеку опомниться для выбора. Человек, который живёт в активности, определённой активности, который просто активен, у него всё в этой активности происходит, он просыпается и начинает активничать, что называется. Действовать, деятельность у него, деятельность, деятельность. А потом эта деятельность кончается, он приходит, включает телевизор, там сериал, и засыпает. Или выпивает пиво, сериал, и всё. И новая деятельность. Она не предусматривает жизнь. Жизнь, она не предусматривает. Жизнь в этой деятельности наступает тогда, когда эта деятельность разрывается каким-то событием, часто трагическим. Бабах! Нет никакой деятельности, но вот есть такая жизнь, с которой тебе надо справляться теперь. То есть деятельность разрушена, а оказалась жизнь, которой ты не готов. А есть жизнь, которая предполагает, что ты живёшь, а это значит, что ты делаешь свой выбор. Вот у тебя ты проснулся, и у тебя начинается выбор. Вот рвануться в деятельность или тормознуть для жизни. И ты начинаешь вот этот выбор делать. Ты тормознул для жизни и посвятил жизни три минуты молитвы, потому что молитва – это форма жизни. Но это не деятельность. Никак. Это никак с деятельностью не связано. Дальше ты… Всё равно тебя жизнь затягивает в какую-то форму деятельности, но ты дальше тормозишь, потому что ты встречаешь на улице дворника таджика. И ты можешь мимо него пройти, а можешь сделать свой маленький выбор и сказать «Здравствуй». Вот. И это форма жизни. И вот таких вещей, которые человек мог бы делать на каждом шагу, вот, в момент своего выбора, пройти мимо и уйти в деятельность, либо остановиться и минуточку посвятить этой жизни, вот, может быть, очень много. И вот это постом в человеке расширяется до огромных пределов. Пост, собственно говоря, это когда ты вытесняешь вот эту деятельность из себя, а на её место ставишь жизнь. Вот когда ты этим великим постом постоянно готов к этому выбору, пройти мимо или остановиться, посвятить минутку для Бога, посвятить минутку для человека, посвятить минутку для понимания самого себя, для разбора своих собственных чувств, для, простите меня, созерцания. Когда ты вдруг останавливаешься и смотришь вокруг себя на мир какими-то глазами. И вдруг вот этот момент вот всё замирает, и ты вдруг видишь там почку, которая вдруг начинает там толстеть и беременеть. Ты вдруг замечаешь там звенящий трамвай какой-то. Ты вдруг замечаешь что-то такое, что вдруг тебя возвращает к жизни, а деятельность в данный момент, она замирает. Пост, вот мне кажется, что самое главное, вот для меня, опять-таки, я буду всё время про себя говорить, не могу это для всех трансформироваться, это то место, когда деятельность уходит на второй план, на третий план, на четвёртый план. И пространство жизни необыкновенно в тебе расширяется. И это очень человеку тяжело. Самое тяжёлое во время поста вот это пространство жизни. Потому что человек не очень умеет им пользоваться, не очень умеет как-то в него погружаться. Человек всё время ищет возможности от жизни увильнуть в какое-то там, в какое-то пространство небытия, небытийное пространство. Это пространство удовольствий, это пространство сна, это пространство сериала, это пространство интернета, это пространство соцсетей, это пространство чего угодно. когда тебе тяжело оставаться с этим выбором, с этой жизнью реальной. Пост как раз даёт такое наполнение этой жизни, и это очень тяжело человеку даётся. Тяжело даётся. К этому надо себя всё время расширять, к этому надо себя всё время понуждать. Человек из жизни легко выпадает, ему легко даётся вот эта вот безжизненная деятельность. И тяжело даётся вот любая минута полноты жизни. А как вообще для тебя определять, как правильно поступать в тех или иных обстоятельствах? Ведь понятно, что практически очень много вещей сказано в Евангелии, и очень, не знаю, сложно бывает применить, собственно, Евангелие к жизни. Вот исходя из чего определять, как в той или иной ситуации поступить? Я думаю, что здесь не может быть опять-таки какого-то совершенно очередного, а это как поступить. Главное поступить. Я думаю, что главное поступить. Главное не испугаться, не уйти в сторону, не сделать вид, что тебя это не касается. Главное всё-таки постараться как-то поступить. А потом, пожалуйста, расплачивайся. Если ты сделал неправильный шаг, будь мужественным расплатиться, будь мужественным за это ответить, будь мужественным не уйти в кусты, будь мужественным принять ответственность за это на себя. Это прекрасно, это замечает, потому что ты много мучаешь, даже если ты не прав. Вот и всё. Отче, скажите, пожалуйста, а вот вы сказали про ответственность. И очень хотелось бы поговорить про ответственность как качество, очень редко встречающееся вообще, наверное, такое очень не свойственное. А вот это и есть ответственность, когда ты готов расплатиться собой. Понимаете, когда ты не ищешь возможности подмены. Ответственность – дело серьёзное, конечно. Ответ – это когда я отвечаю за свои поступки. Когда я сам отвечаю за свои поступки. Когда мне, бывает, за свои поступки стыдно, и я не боюсь этого признать. Вот это самое высокое мере ответственности. Вот это мучает нас пост. Собственно говоря, покоение, оно ради этого существует. Не для того, чтобы оправдать себя, изгладить из себя вину, как ластиком стереть что-то такое неправильно написанное, а наоборот, как бы сказать, вот эту ошибку себе, конечно, вот у себя оставить. Вот с ней пожить с этой ошибкой. Как-то вот пережить её правильным образом. А вы вообще согласны с тем, что ответственность – это сегодня то, что надо… Не знаю, как с ней быть. Её надо воспитывать за человеку, её надо воспитывать в человеке, её надо воспитывать в окружающей, в себе. Как с ней быть, в чём это появляется. Часто говорят про то, что взаимоотношение с Духовником – это попытка человека переложить ответственность, собственно, кого-то другого. И поэтому, опять же, бывают упрёки в адрес православных в том, что человек церковный – это человек, который всё время пытается переложить ответственность. Иногда наоборот. Иногда как раз общение с Духовником – это максимальное чувство ответственности, это максимальное желание доверить себя своему Духовному Отцу. И несмотря на то, что тебе это не нравится, несмотря на то, что ты с этим, может быть, не вполне согласен, и тебе как кость в горло, с доверием поступить по Его Слову. Потому что ты видишь в Нём и в Его опыте жизни, как Евангелие приносит плоды. Отношения с Духовником, если они складываются по принципу, потому что я каждые пять минут бегаю с тем, чтобы выяснить, что мне можно, что мне нельзя, – это не духовнические отношения. Вообще к Духовнику, если эти отношения складываются, человек не обязан обращаться по каждому поводу. И вполне эти отношения могут наносить какой-то, ну, такой вполне характер, ну, не очень частый. Не очень частый. Когда человек, научившись от Духовника каким-то очень важным вещам, уже не спрашивают о Него, а просто живёт вот этим заветом, вот этим, как бы сказать, вот первым толчком, который Духовник даёт человеку. И человек видит, как вот этим настроем, который уже осуществился, это не значит, что человек всегда с ним, потому что там Духовник сказал что-то человеку там пять лет назад, а вот этого слова ему хватило на огромные, на всю жизнь может хватить одного слова человеку, Духовника, чтобы этим жить и поступать под, вот как в отношениях Духовника и Чада. Бывает момент, когда необходимо что-то в себе разрешить, когда человек может запутаться, или часто бывает так, что человек просто, ну, бывает, обессиливает в пути. Обессиливает в Духовном пути, ну, это свойство. И вот Духовник тогда бывает просто, чтобы он так, немножко так подтолкнул. Вот это очень, очень хочется часто, вот чтобы тебя кто-то вот немножечко, ты стоишь, ну, кто бы меня подтолкнул, ну, кто бы мне дал ещё маленький импульс идти вперёд. Вот Духовник может это сделать. Вот, ну, отнюдь не для того, чтобы каждые пять минут бегать, спрашивать, ехать мне туда или не ехать, менять мне квартиру или не менять квартиру, там, покупать, не покупать, там, вот, что правильно, что неправильно. Ну, человек, в общем, за себя всё-таки отвечает, и в этом тоже большая ответственность. Ответственность, вот я уже сказал, ну, в ошибках тоже ответственность. Ну, человек не может не ошибаться. Ну, человек обязательно будет ошибаться. В этом нет ничего страшного. Ничего страшного в этом нет, если человек принимает на себя ответственность за свои ошибки. Вот и всё. При этом очень хочется поступить так, чтобы это было не противно воле Божьей, потому что ведь даже на самом деле в вопросе покупки квартиры, смены работы и так далее, ведь очень хочется сделать так, чтобы вот всё-таки правильно, всё-таки без ошибки. Правильные без ошибки к воле Божьей может не иметь отношений. Вы понимаете, воля Божья, она всё-таки нового плана, она говорит о том, насколько человек Богу сродни, насколько человек Бога воспринимает глубоко, внутренне, как своего Отца, насколько человек вообще Богу в принципе свою жизнь доверяет. Какое имеет отношение воля Божья к покупке или продаже квартиры? Никакого. Для этого человеку дан ум, житейский опыт, какие-то простые вещи, риэлтовские фирмы. Ну просто вот и всё. Воля Божья тут при чём? Очень часто приводят пример старца Амбросии и женщины, которая там спрашивала, как индюков кормить. И вот с тех пор у нас нет никакой другой забот, как спрашивать, как кормить индюков. Понимаете, как будто только за этим и существуют духоносные отцы, чтобы нас научить кормить наших индюков. Хорошо. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, а вот я думала над тем, что сегодня большинство людей объединяет, причём и в самых обычных бытовых разговорах, и в записях на фейсбуке, и о чём разворачиваются самые такие яркие дискуссии. И пришла к выводу, что, наверное, самая такая общая для нас всех эмоция – это постоянное недовольство. Да, это похоже на правду. Это главная катализация, что любые беседы, разговоры, дискуссии, то, на что все отвечают, а какие-то вот наоборот моменты благодарности и радости, они вообще там не очень даже свойственны. Это то, что происходит с нами очень редко, и в основном в случаях, как Вы сказали, когда человек сталкивается с какой-то трагедией, может быть, чужой, может быть, спасительное происходящее. Что Вы можете сказать об этом чувстве недовольства? Что вообще это такое? Насколько оно, что с ним делать? И насколько оно вообще приемлемо? Ну, приемлемо, не приемлемо, оно касается всех нас. Лучше ничего не сделаешь. И со многим это связано, конечно, и с боязнью жить это связано очень часто. Потому что человек не уверен, просто в себе бывает очень часто, человек боится, что что-то у него не выйдет, что он не справится, что у него не получится, что все наперекосяк. Что вот это чувство, когда человек боится в том числе ответственности и боится жизни, оно подогревает это чувство недовольства. Недовольство, ведь это недостаточность, да? Вот слово «довольность» и «достаточность» – это вот чувство неполноты, недовольство. Я доволен по-церковно-славянски, значит, я вот так вот под завелочку полон чем-то. А недовольство – это значит чувство внутренней такой бессодержательности, чувство внутренней какой-то пустоты. И эта пустота, она, ну что, всем нам характерна, к сожалению. Я не знаю, что здесь сказать. Мы говорим ведь о Великом посте, и пост ведь как раз должно быть тем временем полноты, по крайней мере. Вот когда человек доходит до страстной недели, и вот эта страстная неделя переживается потом человеком, как каждый день, как огромное-огромное пространство времени, как каждый день, как почти что целая жизнь. Ну, может быть, я утрирую немножко, но просто одного дня оказывается так много, вот в этот день, там, скажем, одного богослужения этого дня оказывается так много, что тебе кажется, что ты прожил за этот день очень-очень большую жизнь. Что ты за этот день очень-очень долго жил, вот когда мы говорим о жизни, да? А вот недовольство, неполнота – это когда на самом деле вот этой жизни в человеке не хватает. Не хватает самой жизни. С одной стороны, человек уходит от этой жизни, потому что жить тяжело, а с другой стороны, ему всё время этой же жизни не хватает, и он мучается, и он недоволен. И вот здесь вот этот путь открытия себя для жизни, когда ты, ну, вот как у Достоевского, Маркел перед смертью говорит, и одного дня достаточно, чтобы счастливым быть. Что ведь можно же как-то вот учиться жить. Вот это, наверное, вот учиться жить надо всем нам. Учиться жить. Вот. Пост – это как раз такая, по-моему, прекрасная наука, даёт нам возможность вот почувствовать, как это можно жить, особенно Страстная неделя, так как ты можешь за один день так много жить, так глубоко жить, так по-настоящему жить. И поэтому-то и кажется, что когда проходит Великий пост, ты всего-то не успеваешь, что так мало тебе этого поста оказывается, что ты ещё хочешь этого поста, потому что ты только-только научился жить. И тебе бы хотелось это состояние в себе долго-долго хранить. Мы не умеем хранить. Ну, учимся.